Меня зовут Анна Трунина, и мы продолжаем беседовать с докладчиками самого главного мероприятия российской разработки. У нас в гостях Константин Осипов, разработчик проекта «Тарантул». Константин, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша работа. Немного о «Тарантуле» и как он функционирует? Мы пилим. Очень много всего, что нужно пилить, и мы каждый день ходим и пилим. «Тарантул» — это такая база данных. База данных — штука сложная. И получается, что очень много интересных вещей приходится делать. И в счет того, что мы делаем это в Mail.ru, у нас сразу все идет в эксплуатацию. Соответственно, мы можем это попробовать сразу на живом, на наших больших объемах данных. Сколько уже «Тарантул» существует и сколько им уже пользуется, в частности, Mail.ru? Я работаю над проектом уже шесть лет. Больше шести лет. И больше шести лет — это открытый проект. До этого это была внутренняя разработка Mail.ru. То есть, наверное, сложно сказать, потому что все-таки там было много попыток создать, что-то не получалось. И важно понять, где находится этот первый портатив, да? То есть, может быть, больше, чем 7-8 лет. Вот использование технологии NoSQL сейчас — это что? И это набирающий популярность тренд или это возрождение прошлого? Как вы думаете? Да нет, ну уже это отмирающий тренд. Но SQL-слово придумали, по-моему, в 2007 году. А сегодня у нас 2016, то есть уже 9 лет прошло. Почти 10, да. Почти 10. Я думаю, что сейчас уже слово... Хотя мы можем посмотреть, там же они его переопределили несколько раз. Начало было NoSQL, то есть нет SQL. А потом стало Not Only, да, не только SQL, а сейчас Not Yet SQL. То есть, я думаю, что это, в общем, такая увядающая мода. Все современные базы, они уже говорят, что мы будем поддерживать SQL, все будет хорошо. А какими технологиями, собственно, вы в Тарантеле пользуетесь для того, чтобы вот эту вот связь обеспечить? Связь SQL, NoSQL? Ну да. Какими технологиями? Да так не скажешь. Это очень много всего. Ну, какие-то основные такие фундаментальные вещи, которые были бы интересны. Нет, это очень-очень-очень общий вопрос. Мы просто... Скажем так, вот для меня вот этот вопрос можно так интерпретировать. Он... SQL это еще история про наше представление о том, какие данные бывают. То есть, вот SQL в основном работает с данными в табличной форме. Все в таблицах. А сейчас говорят, что есть графовые базы еще, да, все... Вот почему-то человек, человечество насаждается одна форма восприятия. То есть, то ли все это таблица, все это граф с какими-то связями между ними, да, то есть, какие-то сущности связи, то ли все это дерево. И вот, мне кажется, самое важное, что происходит сейчас, когда SQL как бы возвращается, но SQL уходит, а SQL возвращается, это то, что люди по-другому смотрят на SQL. То есть, он перестает быть чисто табличным языком выражения запросов человека к базе данных. Становится больше просто человекоподобным языком. Вот, наверное, это самое важное, что мы пытаемся делать тоже. То есть, это такой общий тренд, и мы пытаемся его тоже поддерживать. То есть, мы умеем работать с разными видами документов, с таблицами. Вот такая штука. А вот если говорить о клиентах, помимо того, что вы являетесь open source проектом, есть ли какие-то компании, которые в открытую с вами сотрудничают? Вот кто эти люди? Кто эти заказчики? Ну, тут вопрос о коммерческой, либо некоммерческой сотрудничестве. То есть, вот именно коммерческое сотрудничество у нас есть внедрение в телеком. А мы сейчас, то есть, у нас телеком всего-то в России 3-4, да? То есть, это большое.